добрый вечер друзья я возвращаюсь домой немножко позднее обычного у меня тут были там две встречи уже в районе 7 30 8 вечера я снял сюжетики вы их посмотрите а так в целом у нас завтра день предпраздничной среда и так может быть мы пораньше уйдем домой и дальше четверг это большой такой день сэнс гивинг хороший такой праздник праздник новых американцев праздника мигрантов в нашей семье это как бы основной такой праздник сейчас потому что мы приехали в соединенные штаты как раз сэнс гивинг это было но 22 ноября мы вылетали наверное это уже было 23 когда мы приехали и рано утром мы проснулись знаете еще разница во времени и мы просыпаемся в мотеле наверное там в 5 утра но такого плана может быть пол шестого и там телевизор стоит и вот мы его включаем а там идет но если уже еще не парад шел но уже как бы подготовка к параду значит который там в нью-йорке на сэнс гивинг хороший красивый парад в общем так что это вот наш наш праздник мы первый раз открыли глаза в америке продрали в сэнс гивинг и для нас это такой очень важный праздник ну что еще сказать эта неделя она вообще такая немножко короткая в четверг сэнс гивинг там мы отменили ну понятно что обычные занятия но мы и онлайновый класс тоже отменили так чтобы уже люди могли попраздновать действительно это праздник такой очень большой очень теплый очень важный знаковый что ли для с для соединенных штатов так что что все могли так нормально погулять мы пойдем к дочери это праздник семейный в общем то мы пойдем в дочери и там семейно будем есть индюшку и как тут говорят что шкурку надо снимать значит я клянусь что шкурку есть не буду сниму шкурку съем индюшку без шкурки вот так по-американски так чтобы худощавым быть чего пока не получается я хотел поблагодарить тех кто нам со светой там написал комментарии хорошие добрые поздравления с нашими годовщинами которые пришлись на 22 ноября спасибо большое и и что тут скажешь мы упрятались от масс уехали в санта-круз и там так как-то в небольшой компании с друзьями дачниками значит так это праздник встретили отоспались ничего такого не делали никаких таких ярких событий не было наверное мы устроим некоторые такое мероприятие когда у меня в апреле в конце будет 60-летие да вот тогда уже мы можем заказали ресторан такое место не не совсем ресторан такое место для партии апартизы вот скеттерингом там со всеми делами и вот тогда там наверное соберется какая-то ну более солидная толпа и мы там официально что-нибудь заснимем какой-нибудь видео отчет наверное или там блогеров позовем вот пусть они может быть снимут тут у нас блогеры есть на местности которые участвуют в наших торжествах вот когда мы отмечали 20-летие школы а в августе прошлого года там у нас наверно три блогера даже сразу участвовали ну я тоже конечно снимаю что там говорить значит мы даже думали трансляцию может какую-нибудь прямую сделать но потом как-то я подумал может это чересчур будет вот и наверное мы не станем делать прямую трансляцию на так что поздравляющие могли там собраться где-то и там поздравить там из нижнего тагила там из хабаровска вот мы подумали что это будет через черт просто так относительно узком кругу человек может там 50-60 там немного вот вот еще у нас будет в начале декабря у нас будет отпуск то есть мы со светой отправимся погулять в некоторое путешествие и из этого путешествия я буду вести отдельный репортаж так пока что не буду рассказывать ничего будет путешествие небольшое а так мы еще одну группу начинаем в декабре вообще мы стараемся в декабре не начинать ничего потому что впереди каникулы там дней десять но под новый год но тут что-то такой большой прилив народу стал что мы поняли что это уже надо будет на март месяц записывать но как-то не то мы сделали одну группу она уже сегодня закрыли в нее набор вот будет группа 7 декабря а потом уже в январь мы уходим в январе уже был сразу три поэтому там сейчас идет запись туда на январь в общем такая вот у нас суета обычная такая рабочая суета мне продолжают дарить разные шапки вот вы видели шапку в виде парика такого но это не парика это таки таки папаха из северной осетии такая на для народных ритуалов мне подарили украинскую такую соломенную шляпу как-то она называлась там не название типа капелюх как то вот так она называется я я точно название не помню вот я еще не показывал и сегодня мне подарили присланную из санкт-петербурга пилотку такая пилотка знаете видимо летчицкая пшена синего цвета и она вся обвешана какими-то знаете даже не знаю армейскими такими причиндалами то есть там всякие эмблемки значки там первый второй третий разряд в общем от родов войск всевозможные эмблемки в общем все это так надо на тюкану на тюкану на тюкану на эту пилотку она такая типа дембельской такой но то есть конечно дембеля такого себе не позволяли я не помню чтобы так вот дембеля делали но во всяком случае типа типа дембельской как-то я так проехал засомневался надо было на скоростишки поддать на желтый свет там полукрасный ну бывает сейчас дорогой ночная никого нет особо вот я сейчас еду в этой пилотке чтобы светлана эпатировать так вот скажу а вот жена посмотри там на дембеля вот такая история у нас сегодня было несколько гостей но вот в частности у нас было гузаль которая привезла несколько головных уборов от наташи квик там такая шляпа но тип ковбойской там была такая кепка с открывашкой для пива из дайтона но в общем мы все в подарках и я на самом деле уже с ужасом смотрю на количество эти все и не знаю куда куда вдевать потому что действительно стало очень много и я уж там раздал какое-то количество из того что было там кому тебе тейку там кому норковую шапку нам тут норковую шапку подарили ну в общем ребенку отдали норковую шапку он как раз там замерзал в общем такая такая вот история но это не значит что не надо вести головные упоры я вовсе не к этому клоню я потому что неожиданный такой поток и вот даже женщина которая просто у нас учится в школе и она вот значит запросила из питера нам нам прислали эту пилот очку люди я я даже не уверен они смотрят наш канал или нет наверное смотрят я я уточню у нее вот так что а пилот очку я вам покажу в другой раз так потому что камера сейчас смотрит на дорогу и кроме того внутри в машине все равно темно все равно бы эту пилот очку не смогли как следует разобрать хотя может быть я не исключаю вы потом увидите эту пилот ой да у нас такая в любом ларьке там союз печати продается но может быть я не знаю так вот вот из питера говорят там пожалуйста продается друзья я не удержался и вот показываю вам пилот очку во всей ее красе я пришел домой света была в восторге в шоке еще к этой маечке она тоже так подходит вот была в шоке ну вот давай я дайте так покажу может быть вы ближе посмотрите значит тут с одной стороны и вот тут с другой стороны в общем все это шикарно совершенно я я в восторге в неописуемым вот чуть-чуть маловато может быть немножко ничего вот вы видите вот вот такие пилотки дарят нашему брату я почему хотел час пока напишу такое рубашечки я что в следующий раз уже такой такого не будет совпадения всех друзья на этот раз счастлива и до свидания